15 января в районном доме культуры состоялась встреча руководителей учебных заведений района, педагогов, примаров, районного руководства с представителями Министерства просвещения. Председатель района Тераклия господин Горановский в начале встречи проинформировал присутствующих об основных проблемах района в области образования, на решение которых следует направить общие усилия. Я обращусь к вам еще раз письменно и к премьер-министру, и к вам с тем, чтобы Тераклия была профинансирована по 2019 году. Минфин действительно формирует бюджет по представлению Министерства образования, вашего экономического управления. И коль на 2013 год нашлись деньги, и понятно, что надо финансировать, почему неясно было в течение 2011 года и в течение 2012 года всего, что действительно есть такая проблема в Тераклии. Я вам хочу сказать, что она стояла единственная проблема, которая поставила район Тераклию в ряд таких вот буйных районов, которые вышли из подчинения, пошли в разрез с правительством и отстаивали свои интересы. В ответ на вопрос председателя района об ожидаемом поступлении в Тераклию невыплаченной суммы на изучение болгарского языка за 2012 год, госпожа Патынк сказала о том, что данное решение не может быть принято на уровне Министерства просвещения, так как финансирование учебного процесса в республике не контролируется данным министерством. Но согласно регламенту о работе Министерства и управления начального и среднего образования, данное управление занимается исключительно куррикулом, план кадру, тем, что называется содержанием материала. А финансирование никаким образом не входит в мониторинг финансового процесса в районах. Это не входит в наши компетенции. Беседа с вице-министром просвещения продолжилась с активным участием руководителей учебных учреждений. В условиях перехода на новую форму финансирования школ у менеджеров каждого учебного заведения накопилось немало вопросов. Скажите, если бюджет школы позволит набирать детей, не соблюдая нормы набора первого и десятого класса, имеем ли мы право это делать? Первый класс – это общее и обязательное образование. Здесь государство не просто должно создать условия согласно закону, а обязано всех детей взять на обучение, то есть предоставить и обучать. Я думаю, что вы все меня поняли по этому вопросу. Что касается десятого класса, это уже не обязательное образование. Это лицейское образование. Это первый уровень к высшему образованию. Здесь уже идет конкурсный отбор. Здесь уже идет другой рекламент поступления в лицеях. И здесь другие условия. В ходе дискуссии были затронуты вопросы о целесообразности восьмичасового рабочего дня для педагога, о чрезмерной нагрузке учащихся национальных школ, о введении в обязательную учебную программу информатики 4-5 класса, о сохранении предмета «История, традиции и культура болгарского народа» как обязательной учебной дисциплины и много других вопросов. Хорошей новостью для педагогов района стало заявление вице-министра о предстоящем капитальном ремонте одного из учебных заведений района. В этом учебном году в рамках этого проекта нового, который начинается в Министерстве просвещения, обновить или создать условия для качественного обучения в окружных школах. И так как Тераклия показала достаточно хорошие результаты в этой реформе, вот я думаю, что целесообразно вот здесь отсюда начинать. Мы посмотрим, вот сейчас пойдем со своими коллегами, посмотрим, какие школы больше всего нуждаются. Это длительный процесс, но нужно посмотреть на месте, какие школы больше всего нуждаются в улучшении условий и предпринимем все меры. Плановая встреча заместителя министра просвещения с педагогами района высветила огромное количество вопросов, требующих быстрого, в то же время обдуманного решения. Продолжение следует...